Во Франции завершилась официальная часть единственного в своем роде фестиваля казахского кино. Он стал полноценной рабочей площадкой, на которой встретились профессионалы и дебютанты из двух стран. Подробности в репортаже нашего собственного корреспондента Алисы Сдыковой. В недолгой истории этого фестиваля такого еще не было. Все парижские показы прошли с аншлагом. Может показаться, что зритель просто соскучился по кино за время пандемии. Но скорее жители французской столицы распробовали и полюбили казахстанский кинематограф. Наше казахское киноискусство представили жителям этой страны. Это почетно, это большое достижение, я думаю. Пусть будет больше таких фестивалей, чтобы казахское искусство процветало. На этот раз программа фестиваля посвящена теме совместного производства. Когда-то Франция и Казахстан очень тесно работали в сфере кино. Одним из итогов стал, к примеру, знаменитый фильм «Тюльпан» Сергея Дворцевого. Отмеченную в Каннах картину показали парижскому зрителю. В самом деле мы планировали выбрать фильмы изначально, которые так или иначе относятся к понятию ко-продукции. Потому что в этом году фестиваль посвящен 30-летию дипломатических отношений между Казахстаном и Францией. Также он проходил в рамках «Казахстанской осени», которая организовывает посольство Казахстана во Франции. Для нас было очень важно показать фильмы, которые так или иначе затрагивают тему ко-продукции. Парижский фестиваль заработал как деловая площадка. Жюри выбрало лучшие проекты, которые смогут претендовать на государственное финансирование как во Франции, так и в Казахстане. Госцентр поддержки кино ведет переговоры с кинотеатрами, чтобы в Париже обеспечить прокат отечественной продукции. Но главным итогом станет соглашение, которое укрепит сотрудничество двух стран. «Самый большой итог наших договоренностей – через 3-4 недели готовим детальный профессиональный документ, который в первую очередь определяет механизм, как французские и казахстанские продюсеры смогут получать финансирование. Обсуждали, как это реализовать». Официальная программа завершилась раздачей призов. Награды достались и именитым режиссерам, и дебютантам в жанре полного метра. Актрису Самал Еслямову отметили гран-при за продвижение казахстанского кино в мире. «Это как культурные послы Казахстана здесь, через фильмы, через кино. А иногда культура, она намного сильнее работает, чем просто обычная информация. Просто кино – это очень важная вещь. Я рад, что в Казахстане это понимают, и государство это понимает». «Волновались, потому что неизвестно, как в другой стране воспримут фильм. Но приняли очень хорошо. Мы около двух-трех часов разговаривали уже после показа. Зрители все подходили, подходили, делились своими мнениями». Официальная часть фестиваля завершилась, но показы продолжатся в Страсбурге, Люксембурге, Брюсселе и Женеве. В этом году фестиваль казахского кино существенно расширил границы, охватив все франкоязычные страны Европы. Алия Создыкова, Руслана Мержан, Хабар 24, Париж, Франция.